приветствую всех кто смотрит шестнадцатую часть видео прохождения игры ice in the enhanced edition solo на самом тяжелом уровне сложности сердца ярости без использования сейл в прошлом видео мы зачистили половину пещеры глаз дракона в основном проходило сражение с вами к сожалению них иммунитет любому оружию обычному а не магическому поэтому прохождение было достаточно медленным приходилось использовать одни лишь заклинания думаю сейчас прохождение немного ускорится так как вашими основными врагами будут человекоящие сейчас мы пересмотрим набор заклинаний которые будем использовать так как на человека ящеров действует заклинание удержания это заклинание будет основным но еще зловонное облако очень сильно будет напомогать связки снежики берем заклинание удержания достаточно редко я использую заклинание святая мощь пока она не набрала максимальной силы уменьшим его количество так здесь же наоборот я очень часто использую заклинание декламация но все же не буду добавлять его так здесь у нас так подождите здесь есть и ящеры шаманы и они кидают на нас магии удержание снятие магии вы уже видели еще какой-то заклинание я уже не помню какое поэтому нам очень важно и нужно вот этого заклинания свобода передвижения и более длительность него большое большая и вот как видите паралич удержание ошаломления в игре соло паралич или ошаломление или удержание это стопроцентный проигрыш игры дело в том что здесь у нас нет помощников который сможет снять нас этот паралич и если к тому времени нас не будет защищать наша признанная нежить она будет уничтожена к примеру 100 процента проиграет здесь мы будем получать всего лишь 20 процентов сопротивление магии это очень мало кстати очень неплохое заклинание в данный момент великий приказ по действию она будет напоминать заклинание злующее облако пока цель не будет атакована она будет спать а значит не будет нам наносить никакого урона возвращаем очень нужные на заклинание цветная сфера это свой из-за своей парализации два злого облака так нужны заклинание ускорение кстати до злого облака второго уровня заклинания второго уровня заклинания ну ладно я имел ввиду что можно заключить малую последовательность но пока нам это не понадобится выходим по спин чтобы выбранные нами заклинания восстановились сон как всегда на улице нас никто не атакует это очень хорошо хотя дополнительный опыт нам нужен желательно спать под защитой нежити как я говорил всякое бывает вовсе не хочется проиграть за такой мелочи как отойти от входа пещеры выспаться на улице если у вас не призвано нежить битвы сейчас будет более интересные так как вот у нас живой враг без иммунитета можно сказать что у нас все заклинания подобраны изначально против живых врагов дело в том что против нежити заклинания есть конечно но по-настоящему они не дают того эффекта как другие заклинания против живых врагов по крайней мере на данном этапе вполне возможно в будущем мы получим на заработаемое заклинание которое будет на порядок лучше действовать врагов вне зависимости нежить это или живые враги пока что это не так единственное нужно помнить здесь очень удобная развивка враг не имея возможности подойти напрямую сквозь стенку из нежити обходит нас со спины и вовсе не из-за того что у него такой хороший искусственный интеллект а просто наоборот из-за жуткости мишно получается да из-за того что интеллект прописан плохо так надеюсь всем хватит места можно подойти читать основное заклинание усиления теперь распадение так вот враг походит нам со спины но мы его ждали успели прочитать слетелище отходим и теперь уже точно есть смысл кидать зловонное облако как видите подействовало как видите подействовало спины святная сфера никак не может сделать свое худлое дело по парализации врага думаю эти прогулки добьем и без отминаний осталось буквально пару ударов, готово на помощь пришел еще один враг прекрасно сработала цветная сфера хотя бы один раз и третий так, врагов остается больше и больше это странно, видно подтягивается подкрепление которое стояли где-то дальше по ходу пещеры теперь первым делом надо убить не парализованного врага, чтобы нам быстро нести много вреда хотя уже успел, убил нам еще одного зомби куда-то уходим на коньер, где-то там есть еще один враг куда-то уходим на коньер, где-то там есть еще один враг да, действительно есть враг, в период восходит и сразу возвращается к тем врагам, которые его атакуют так у него прописан ИИ, кстати вот я вот включаю этот ИИ что-то он не очень действует что-то он не очень действует работает пауза из-за того, что враг, кто появляется, появляется, появляется из поля видимости а вот и наши враги отходим ближе, всего лишь один известный враг можем ему подарить какое-то заклинание можем и наверное... ладно, не будем пока ночевать хотя мы потеряли основное запинание два запинания злого на округ, а без него прохождение не так весело еще один враг повяжем дают нам золотые моменты дают нам золотые моменты дают нам золотые моменты так, профил внизу наверное уже незачем берет заклинание зеркалого образа так как это будет последняя битва, после которой нам придется поспать сейчас мы проверим заклинание повеление видите, вражеские маги кидают заклинание нужно быть аккуратным как я и говорил если нас парализует, здесь удушание очень долгое скорее всего за это время наших скелетов уничтожив и заберутся до нас так, проверяем наклинание повышение сон так, один упал один заснул там написано, что под действием этого заклинания впадает в спячку пока его не ранит еще раз по идее, сейчас я урону не нахожу а пытаюсь поверку держать посмотрим будет ли она будить нет, не будет значит спокойно истрачиваем все заклинания парализов всех врагов которые могли нам мешать усиливаем себя чтобы наш урон из прощи был максимальный так придется будить спящего врага истраиваю истраиваю пострадавший пол named а затрат истраиваю истраиваю О, да, видите, запинание здесь, увеличение силы складывается. Очень интересный. Интересная ситуация с этими запинаниями. Вы сегодня довели втором, все четко. Повышает параметр то запинание, которое повышается на более большой уровень. То есть, если вы сделали какое-то запинание плюс три силы и плюс пять, у вас не будет плюс восемь. У вас будет только плюс пять. В принципе, это действует в СМД или везде. То есть, вы не можете одеть кольцо на плюс один в броне и плюс два, и в сумме плюс три. Их вообще нельзя вместе одеть. Но даже если вы надели... Как я и говорил, будет здесь только одно большее. Может быть, когда-нибудь в такую старую СМД сыграть, загрузить и посмотреть, складывается ли там запинание. Что-то я не помню этот эффект. Если эффект, так это... Разработчики что-то недоградели, когда обнуляли. Так, пытаемся поспать. Прекрасно, никто нас не потревожил. Здесь вот где-то нас ждет алтарь бога Сета. Ну, это я вот так называю ее. Почитал Конана. Кто-то помнит, что там змей. Бог в форме змеи. Назывался Сет. Здесь очень похоже есть. Памятник ему. Вот это я так его называю. Так, где наша спасительная нежить. На следующем уровне только появится следующее затремление. Закинание более сильное. И там появится новый призыв. Но, к сожалению, если не ошибаюсь. Там не будет массового призыва. По-моему, два медведи. Или один помощник. Так что нам не будет основной ударной силой. А нежить все равно будет вызывать посол. Так, я забыл. Самое главное начинание. Спасающая настор. Парализация и удержание. Готово. Двигаемся дальше. Так. Враг уже замечен одним скелетом. Неудобно, что здесь так. А, сейчас мы сыграем пятнашки. Построим оборону и снежити так, чтобы все наши юнити имели доступ к врагу. Наши любимые заклинания зло лунное облако. Подходим ближе и дипломаты. Как видите, врагов там много. Всячески их ослабляем. И кидаем удержание. Отлично. Нам не жалко. Кинем еще пару удержаний. Так. Много там врагов. Начнем. Кидать что-нибудь атакующее. А именно, череп ловушку. Причем, желательно так, чтобы своих не задевать. Отлично. Быстро прорываемся. Строим врагов, которые падают под ударом нашей нежити. Но здесь еще играет роль, как я говорил, парализованный персонаж теряет бонус брони. И наши юниты, союзники перестают промахиваться. Ну, кроме, кроме скрытики из кабинетов. Абсолютно промаха. Так, допейте этого, чтобы у него не было желания. Когда закончится парализация, рвануть мне на встречу. Отлично. Отлично. Опять отлично. Опять отлично. Успарение. 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 Как я говорил, основной защитник не броня, а именно застание против нашей парализации. Броня закончилась, духовная броня, нанесла в уровне. Если я не ошибаюсь, здесь можно начать диалог. Ну, я не могу этого делать не будет. Незачем. Так, помогать врагу. Мне же ты желаю наступить проход. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ладно. Надеюсь заклинание свободы передвижения спасет меня. Я надеюсь, кто на них захочет меня читать из шаманов. Как видите, общение долго не продлилось. Так, надо открыть возможность врагу, который находится с буха, пойти к нам навстречу. Нам это не нужно. Дипломация. Видите, врагов очень много. К сожалению, запинание. На нас пытаются закинуть заклинание и удержание. Это очень опасно, так как я не знаю, сколько еще раундов будет действовать. Уперто кидает нас, шаманы, эти заклинания. Узна, что будет из строя. Кинем страх 1. Кинем страх 2. Какие еще у нас есть заклинания и оширомления. Кинем заклинания сна. Заперенацелить нежить. К сожалению, она нас не слушается. Пару заклинаний и удержания. Вполне возможно, она нам поведет и парализуется. Так, последний призыв нежити. Взрывает она ближе к себе, чтобы она вокруг проходит. Много там врагов. Так, наверное, используем без заклинания. Малой последовательности. В нем у нас, напомню, два. Вот один сработал. Два заклинания цветной сферы. В данный момент это очень хорошее заклинание. Так, не нужен тебе уже парализованный Харль Ястера. Это дем ambiente. Двину от PROFESSORS ну вот и все заклинания отстрачены здесь всего лишь один враг без полного набора заклинаний не очень-то и повышать не страшно сейчас попробуем не стоит как можно больше врагов и отступим можно уже отступать а как проснулись на коричневой очень сильно большая нотик урон по атаковать нанести урон как можно больше но не думаю что это поможет так все исчезли враги из поля видимости поле зрения эти паузы не будут нам мешать ставимся поспать прекрасно все получилось сейчас только один опасный момент как я говорил враг может двигаться по пещере вдогонку за мной поэтому первое заклинание я читаю свободу действия чтобы если прибежит по нибудь комар не мог меня парализовать я имел возможность подбежать дальше по пещере в сторону выход невидимость помогла не поняли какую сторону я отошел и не атакует нет я ошибся король движется вверх направлении именно туда куда я отошел отбегая на максимальное расстояние призываю нежить потому что скоро он будет рядом с нами быстрее не хочет враг застревать как видите один дар герой почти умеет возвращаясь к месту активных действий так будем надеяться что враг не решит ладно надежда хорошо лучше подстраховаться чтобы один единственный удар не решил исходить нашей битве не сработала тыдная сфера я пока не ослабился подброски врага пытаясь быстрее его парализовать чтобы он убил меньше моей нет и поэтому есть вообще прекрасно парализован это дает нам возможность не бояться что другие враги смогут подойти к нам но другой стороны мы зажаты со всех сторон я знаю сколько там осталось моих помощников только трое в случае можно кинуть подмогу ну хотя неправильно сделал теперь черепу лужу кидать некуда ну ничего нежити у нас много в каком-то возможном устраивается при заклинании тоже хватает главное чтобы все эти враги не очнулись спикер мой и сатуре сосредоточить усилия а ладно не будем рисковать пора пытаться удержать как можно больше врагов а уже король нюрд скорее всего это победа как видите пытается в ответ шаман меня поразить так нужно усилить наших или это ускорение что нам кинул порой всего лишь 188 которые не играют большой роли кстати там еще море врагов и шаман постоянно пытается меня каким-то заклинанием надо в ответ кинуть ему какое-то заклинание так пора кидать опять зловонное облако так как начинают шевелиться ящери нам этого не нужно плохо действует парализация но теперь я помогу я кидать не очень я могу ну ладно будем задевать свои нужно неплохо вошел череп это я не люблю что я вижу вроде бы и вижу так еще одно заклинание страха хоть один юнит ты проводит вас бросок вражеский но против заклинания сна действует намного лучше просто намного спикером так наверное вызову я еще нежить два юнита и желательно так, чтобы она защищала пусты проход атаке нежити на последнем оставшемся здесь способном состоянии ящери опять надо поставить заканчивание дипломации у нас есть новые сильные скелеты ох как опасно вы видели заклинание духовных успехов когда заканчивается наносит урон и только что мы чуть не умерли от этого так заканали защиты от кислоты и мне на него большие планы посмотрим ли они реализуются как я говорил урон кислоты один из лучших уронов против него почти не клонят защиты поэтому если пользоваться финальными кислотными не быть массово предупреждательными защиту против него нашему герою иначе можно убить сами себя получили мы долгожданный уровень не буду я с нежити пытаться выспаться опасный вариант до жрец получил закинание жестового уровня пока что только одну ячейку но это только начало здесь у нас нет ничего так если кроме нежити закинание которое нам может пригодиться ну конечно ладно возьмем дополнительную ячейку назад силу единого хватает хватает и вот она долгожданное закинание проверим сначала что это за таки очень долго вы помогать не часами на фото тоже много проверим бумага нет ничего скоро ли уровень ну не очень семьдесят тысяч но в принципе реально дождаться грейд глянув сколько у нас времени запасе нужно еще хоть и где-то чуть меньше половины осталось так что мы еще база чистая защищать спальню за руган у нас было много урона шестнадцать часов основное заклинание в этих пещерах по защите с этими шаманами кстати были бы мы вором и вы уже имели кольцо с этим покинами постоянно обозрали в их клубаха и всех известных личностей получили в это колечко и еще кое-что ну что ж посмотрим кто нашли бывает надеюсь это не призванный монстр служащий как элементарь а именно нет дело в том что элементарный если вы не под защитой заклинания защита от вас атакуют вас сами нам такой радости не надо естественно сейчас будет очень приятная процедура осмотра статуи этого змея сета надеюсь там лежат какие-то очень неплохо тхака плюс 5 к сожалению пользуется не может а и с таким уроном смысла принципе нет так такое важно заклинание читать будем только под бутылкой интеллекта таких уже осталось мало вполне возможно придется экономить и рисковать все же заклинание защита кислоты не такое важно можно рискнуть даже если мы не прочитаем просто придется или от тактики отказаться которую я задумал и быть более аккуратно это еще не скоро так что осталось сейчас узнаем так читаем это заклинание это дружка хотя вряд ли не помню такого да никакой ловушки нету прекрасно получили хотя он проигрывает во всем черепу ловушки иммунитет есть у многих призыв первого уровня а нам не нужен камень получится 3 окей это нам не нужно не смогли о чем я вам говорил что-то начинаем поглядать колечко интересно что за кольцо нет у нас пока чем опознать но будем иметь ввиду а подождите я не обобрал круг получается у меня должен быть эта книжка журнал где пауки лежал труп у него лежит крючка приключения откуда мы узнаем что меня первые супер герой которого нанимает проверить откуда угроза для кудахара да сейчас проведем пару боев когда будет время сбегу проверим так есть какой-то человек а я все взялся наше небо это быстро двигается надо дошла до выходить что мы видим да судя по тому как быстро разобрались вполне возможно что это воздушный слуга наносит хороший урон давайте посмотрим до 25 дробящего урона это очень спикер по сравнению с тем урона что равно с тем я веду мое нервы очень хорошо так мне кажется ли вы ей нервы где закончилось длинами ускорение так есть уже не на кое применять очень хороший урона спикер мое воздушный слуга жесть это что он так сильно помогает восемь 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 ну да тридцать два ничего себе пробок перейти через мост так как 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 это я сделал неправильно значит так спикер я всех убить все эти на защите я отступаю прекрасно думали закрыл проход нервы закрыл проход астане для меня так чем-то меня лупанули а мы будем дальше интересно что это за заклинание нанесло ударный кафе сквозь зеркальное отображение а я забуду про зеркальный образ но я вспомнил что здесь зеркальный образ не дает 100% гарантии всегда есть шанс что попадут баланса не по вашему образу так все не зачем экономить заклинание ускорения кстати сколько у него жизней без ранений ничего себе если я не ошибаюсь у воздушных элементарий очень большой ацент то есть броня по ним тяжело попасть еще одна еще один плюс вариант использования этого заклинания и дети конечно лучшие двое выполнить меньше это в два раза меньше длительностью чем длительностью призыва воздушного и как быстро распадается враги ну да один удар три а иногда пять ударов обычных кстати на него тоже не действует бедрит и облако это вообще бонус на медведи надо будет действовать ранее до сих пор у него нет так закончил взаимовое действие так понимаю что он скрывался в невидимости еще к этому врагу есть ребята не вижу аааа где ты в море даже интересно аааа вот так играет на новое влияние особенно если вы когда-нибудь дождется еще один лун и будет два таких слуги ох прекрасно а скорость прохождения я чувствую увеличится в разы смотрите враги лажат один за другим один враг так затем затягиваем кто-то нас ожидает ничего интересного подберем золото хотя мы такими дозами которые мы будем подбирать для золота так судя по всему здесь пленные которых ящери куши покажу по-немножку живые консервы прямо так ура ура идите отсюда спасайтесь бежите в Кулдакар Кулдакар так почему никто ничего не говорит на эту тему все спасибо спасибо и остались сидеть в загоне ну ладно может там где-то надо еще выполнить квест после которого наверное да вот и вижу здесь после которого эти рабы смогут разбежаться так а что здесь карты да карта заканчивается а что время а время еще есть конечно так опять тут кто-то так неприятный момент у меня закончился зеркальный образ есть вот поговорили сказали что свободны все получили 60 тысяч опыта так что нам говорит уровень мага а он приблизился и очень сильно так это еще должен быть странно видно на следующем уровне отель так карта очищена ну что ж пытаемся выспаться ничего нету здесь никаких спрятанных сокровищ очень жаль так появились враги но мой воздушный скуга еще не прекратил существовать я думаю разберемся на зрительство с этими ящерами это хороший опыт получаемый почти даром так 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 люди добрые точнее нежить добрые а ну так куда мы возвращаемся к тому кому нужно служить лучше нам очень много нужно опыта я говорю нам ждут регионы нежити я в принципе не представляю каким образом ее университет можно конечно бегать на нее невидимости пятый уровень мы не успеем получить до встречи с ней придется сражаться все заклинания молния 48 повреждения да не пустая что я могу сказать не густо всем сражаться даже не знаю на призывах на это глупо не тяжело на те купырение действует наше любимое заклинание облако так что битвы обещают быть жаркими последний сиротливый патрончик для прощей кстати колечко я не опознал очень плохо вполне возможно там что-то для нас важное поставлю сразу чтобы при следующем сне снова не забыть и нам нужны сморярики не ошибаюсь один запасе да готово ничего себе так что же получается в этом контейнере они не считаются по 30 штук так написать можно нам нужно по 80 помещается 80 на 3 240 да было бы интересно клаца 280 раз как всегда очень мы не любим переходы из одного уровня в другой так как можно прятать приятность если монстр стоят у кода так наверное я потрачу время на именно исследование предстоящего уровня возьму невидимость немножко побегу по карте более все равно да враг стоит прямо уходом нас пока не видит ух сколько вас здесь так не знаю ли жуки обманывается невидимость вполне возможно безглазые как проглотит исхом 3 так можно где-то тихонько спрятаться и призвать нежить нельзя придется прямо в ухода рисковать своей шкурой а не придется на ничего рисковать я вспомнил у нас же есть заклинание так а сколько стало среднем так нет смысла начинать бой на то стало буквально 5-7 минут отойдем и вызови нежить попробуем еще раз дождаться сна восстановлю заклинание познания попробуем познать кончерк так непомна что она дает но высокие подозрения что она не придаст нам важного имеется ввиду она по нибудь квестовая они усиливающие мне этого не хотелось бы так отойди нападайте отойди так не может быть что ты один может здесь ну да я думал за стеночкой спрятались монстры так где мой помощник который очень неплохо ускоряет уничтожение врагов враг не пролазит в ворота интересно как они дели крестьян заглянных это загонят и самым назойким им очень интересно так бегом 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 вот так очень хорошо это я спешил чтобы мой помощничек доставал поднялись врагов спикер м отлично лет у нас там много давайте будем помогать моей нежити с вами справиться у нас есть воздушный помощник у нас есть воздушный помощник что там на выход так у меня подозрение что будет быстрее пока я хожу с карением сбегать на выход выспаться на улице посмотреть что это за кольцо и закончить на сегодня видео закончилось действие духовных доспехов позже да да красно ну ка колечко скажи что это такое так я не понял что заклинание обычного щита я его не могу использовать в таком случае на сегодня мы прощаемся до завтра извиняюсь когда следующее видео точно не до завтра всего вам доброго пока